Всем привет! Все, наверное, помнят, как были маленькими, все помнят свое детство, и то, как они стреляли рябины из вот таких приблуд, запускали камушки из вот таких доисторических рогаток, но время идет, технологии не стоят на месте, и им на смену приходит это. Сегодня мы будем проводить эксперимент с вот этой рогаткой, и мы будем проверять, насколько же современные рогатки мощнее, а главное, точнее, чем старые. А поможет нам в этом вот эта мишень. Тестировать нашу рогатку мы начнем с отметки в 15 метров. Все, наверное, помнят рассказывать своих пап или дедушек о том, как они попадали вот в такую птичку с расстояния в 30 метров, или как они избивали ворону на лету на таком же расстоянии. А теперь давайте адекватно посмотрим на это расстояние. Но мы не стали на этом останавливаться, и поэтому мы подходим к отметке в 40 метров. Для многих людей рогатка – это скорее не спортивное оружие, а оружие выживания. И, допустим, на 40 метров мы в нашу потенциальную птичку попали. А какой вред мы сможем ей нанести? А поможет нам в этом вот этот кусок деревянки. Это, ну, мне моя линейка сказала, что это 4-х миллиметровый кусок фанеры. И, собственно говоря, это довольно прочная штука. И для этого мы вам сейчас кое-что покажем. Вот этот кусок кирпича поможет нам протестировать ее на прочь. Ну, короче, кирпич слова. Ну, и, как видите, вообще пофиг ей. В общем, закрепили мы нашу мишень на пулеуловителе. Судя по ее прочности, что-нибудь голубеподобное мы, как минимум, можем вырубить, если мы ее пробьем. Но я думаю, что если мы ее пробьем, мы можем даже убить. Судя по-русски. Итак, вот мы на отметке 25 метров. Подошли совсем на чуть-чуть. И пробуем пробить нашу поверхность до с этого расстояния. А сейчас мы будем спрятать точно таким же боеприпасом. 8 миллиметров встань. И вот такой вот доисторический рогатка. Посмотрим, кто нам могут ответить деды. Это бинт-мартинг, рогатка и въезд. Станция метро. По результатам сегодняшнего отстрела мы выяснили, что современная рогатка – это выбор современного стрелка. Они мощные, точные и, самое главное, они очень красивые. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И в следующем ролике не пропустите, как наша рогатка встретится с курицей. Продолжение следует...